Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Алгебра 8 класс. Автор Макарыч. Задание 122. Упростите выражение. Первое выражение перепишем. Здесь мы имеем произведение двух дробей. Вот первая дробь и вторая дробь. Но мы знаем, что если мы умножаем дроби, то получается дробь в числителе, у которой в произведении числители, а в знаменателе – произведение знаменателей. Тогда мы запишем это произведение. Первый числитель – у квадрат минус 16. Давайте пока его запишем без изменения. у квадрат минус 16. Хотя мы тут же видим, что это, вообще-то говоря, у нас разность квадратов. Ну и умножить на 5у. Потом на следующем этапе мы ее распишем, эту разность квадратов. А в знаменателе что? Первый знаменатель – 10ху. а второй знаменатель – 3у плюс 12. Но мы тоже сразу его преобразуем. Мы вынесем общий множитель за скобку. Общий множитель – 3. Значит, умножить на 3. А осталось у нас от первого слагаемого у, от второго – 4. Вот такой мы его преобразовали, второй знаменатель. Теперь давайте сразу выполним сокращение, чтобы нам не все переписывать. на 5 числитель, на 5 знаменатель разделим, на у числитель, на у знаменатель. Ну вот пока все. А вот теперь распишем разность квадратов. у квадрат минус 4 в квадрате. 16 – это 4 в квадрате. Значит, это будет равно, по формуле разности квадратов, это будет равно сумме у плюс 4 на разность у минус 4. Ну и здесь внимательно смотрим, что у нас осталось. Ну, все сократилось. И 5у, и все сократилось. Значит, ничего больше в числе. Только это. В знаменателе что осталось? Ну, коэффициент 2 умножить на 3 – это 6. Перевнимательно смотрим. у ушел, а вот х остался. Значит, х. Так, и на скобочку у плюс 4. Ну и теперь мы видим, что мы можем сократить на у плюс 4 и числитель, и знаменатель на этот множитель. Ну, вот еще раз я скажу. Ну, может быть, кто-то, вот кого-то это смущает. Вот у плюс 4 – это ведь сумма, а я говорю, что это множитель. А потому что я подразумеваю всю вот эту скобку, в которой у плюс 4. Вот на всю эту скобку умножается все остальное. Поэтому я и говорю, что это множитель. Так, в итоге что у нас остается? у минус 4. Здесь уже мы можем записать без скобок, потому что кроме этого ничего больше нет в числителе. а в знаменателе только 6х, и больше ничего. Все, упростили. Пункт b. Так, ну, здесь то же самое. Значит, это будет равно дроби, у которой в числителе произведения числителей, а именно b минус а здесь же я запишу уже в скобках, потому что весь этот числитель нужно умножить на весь числитель 3а,b, поэтому обязательно нужно эту разность заключить в скобке. Так, теперь что в знаменателе? А первый знаменатель умножить на второй знаменатель. Это, ну, пока без изменений, а квадрат минус b квадрат я напишу. Вот на весь знаменатель тоже его заключаю в скобке, потому что на него же нужно умножить. А теперь, смотрите, теперь нужно воспользоваться формулой разности квадрата, а квадрат минус b квадрат, и тогда у нас получится сокращение. Ну, пока вот я перепишу без изменений. b минус а на 3, хотя вот здесь на а можно сократить, чтобы не переписывать лишний раз, на а разделить и числитель, и знаменатель. Тогда останется здесь 3b. Так. А в знаменателе разность квадратов а квадрат минус b квадрат, а это равно а плюс b на а минус b. И вот здесь у нас могло бы получиться сокращение. Вот b минус а, а здесь а минус b. Но надо поменять местами. Так. Просто мы не можем поменять местами. А если мы вынесем минус за скобку, то можем поменять местами. Вот я минус вынесла за скобку. Ну, что такое минус вынести за скобку? Минус 1. Вот так скажем. Минус 1. Это как общий множитель. Минус 1. Ну, тогда что у нас останется? Единичку, естественно, можно не писать. А что у нас останется? Если вот b и минус вынести, ну, чтобы получилось b, то нам нужно написать минус b минус b. Тогда минус b на минус у нас будет b. То есть вот ничего не изменится. А если я минус вынесла, то перед а у нас появился плюс. Значит, получилось минус b плюс а. Минус b плюс а. Ну, можно же поменять местами. А минус b. Вот так теперь. То есть за счет того, что мы этот минус вынесли, мы поменяли местами унишаемое, вычитаемое. Так, 3b. Не забываем записать 3b. А теперь переписываем весь знаменатель. а плюс b на а минус b. И теперь мы можем сократить на а минус b. Вот так и вот так. И в итоге какой ответ? Ну, у нас получается в числителе минус. Но мы этот минус можем поставить перед дробью. Ну как, на основании чего? Вспоминаем правило. Если одновременно изменить на противоположный знак и в числителе, и перед дробью, то дробь не изменится. Вот перед дробью был плюс, а в числителе был минус. Я одновременно поменяла минус на плюс в числителе и плюс на минус перед дробью. Вот он, этот минус получился. В числителе теперь у нас плюс. И в итоге у нас осталось в числителе 3b, а в знаменателе осталась одна скобка а плюс b. И это все. Ну и минус перед дробью не забываем. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Если у вас есть вопросы, пожелания, записывайте их в комментариях и смотрите следующие видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok